Сегодня в нашей программе эксклюзивная беседа с дизайнером-суперзвездой Джорджи Армани. Мы узнаем, почему Глен Клоус, Ким Кэтрилл и другие звезды любят показываться на красной дорожке именно в платьях от Армани. Затем заглянем на съемочную площадку в Милане и побеседуем об Армани с легендарным кинорежиссером Мартином Скорсезе. Мы узнаем, над чем сейчас работает Армани и каков будет будущий стиль от Армани. Имя на этикетке – Джорджи Армани. После 30 лет работы в индустрии моды, Джорджи Армани стал живой легендой. За время своей прославленной карьеры он изменил наш взгляд на моду. Стиль от Армани – это простота, элегантность и безупречность. Он всегда остается верен своей философии дизайна, и в результате внимания к нему со стороны международного сообщества не ослабевает, а число поклонников неуклонно растет. Я ношу Армани уже лет 20. Его одежда у меня всегда ассоциируется с естественной элегантностью. Я просто очарован его воображением, выбором ткани и дизайном. Для меня он миф. Это имя. Настоящая икона стиля. По сложившейся традиции, мистер Армани занял первые страницы всех газет, когда приехал со своей последней коллекцией в «Большое яблоко» после продолжительной паузы со времени последнего нью-йоркского показа. Вскоре после этого исторического события я получила счастливую возможность побывать во впечатляющем пентхаусе мистера Армани в центре Нью-Йорка и с помощью переводчика поговорить с ним о его необыкновенной жизни. Прежде всего, мистер Армани, позвольте мне поздравить вас. Прошедший показ был невероятным, и что интересно, он был другим. Он был открыт для публики, и там были крупнейшие знаменитости. Мы никогда не видели раньше такого демократизма. Я хотел сделать показ в Нью-Йорке, потому что уже давно этого не делал. Эта коллекция несет в себе совершенно новую концепцию – быть более свободным в своем выборе и творчестве, быть выше коммерческих ограничений и выше того имиджа Армани, который уже сложился на рынке. Я решил, что такую захватывающую коллекцию стоит показать большому количеству людей. Не только тем, кто всегда ходит на показы, таким как пресса или мои друзья или знаменитости. Там были люди, которые думают о моде, но никогда не были на показах. Они читают о них в газетах или смотрят по телевизору, но вживую никогда не видели. Этот показ был сделан для них, особенно для молодых людей, для тех, кто считает моду культом, кому она снится. Так что я хотел исполнить мечту молодых жителей Нью-Йорка. Разделить мечту мистера Армани на его показе пришли самые разные представители нью-йоркской молодежи. Я был просто поражен его новой коллекцией. Это настоящая демократизация моды. Я знаю, что он пригласил множество обычных ребят на этот показ. И это, я думаю, очень важно, потому что мода должна быть доступна для всех. Ваша одежда делает людей красивее. Вы сами это не раз говорили. Вы пытаетесь сделать так, чтобы мужчины и женщины выглядели наиболее привлекательно. И именно поэтому вы удивили всех, сказав, что вам не нравится, что мода стала индустрией, которая судорожно каждый год пытается изобрести что-то новое. Вы в эту игру не играете. Конечно, эта игра существует. Я думаю, все это из-за отсутствия хороших идей. А еще потому, что пресса любит все упрощать. Журналисты счастливы, когда могут за что-то ухватиться. Например, превратить маленькую плессированную юбку в огромное событие. Они готовы приписать большую ценность вещам, которые на самом деле ничего не стоят. Это игра, и она меня тревожит. Для меня это даже оскорбительно. Люди ждут от творческого человека креативных идей. Недостаточно вернуть элементы дизайна из прошлого. Хотя бы просто потому, что молодое поколение еще не имеет достаточного опыта. Ведь нынешняя молодежь живет в совершенно другом мире. К счастью, Джорджи Армани новатор, а не тот, кто просто берет образы из прошлого. Это идет еще с тех времен, когда он начинал свою карьеру модельера со знаменитым дизайнером Нино Чарутти. У Армани есть чувство предвидения, но оно не всегда помогало ему. Вы начинали работать с Нино Чарутти. Но вы ведь никогда не учились на дизайнера. Я не умел рисовать. Я имею в виду в школе. Я мог только набросать подобие греческих храмов. Но фигуры людей у меня не получались. Это было слишком трудно для меня. Когда я начинал, мне не стыдно говорить об этом. Я срисовывал макеты у Ив Сен-Лоранда. После практических занятий у меня стало получаться лучше. И я смог выражать свои идеи в рисунках и доносить их до швей на фабрике. Но это было очень тяжело. Я сохранил несколько своих ранних эскизов. Они все очень простые. А потом я медленно, но научился рисовать. Хотя Армани никогда не учился дизайнерскому искусству, он всегда очень хорошо чувствовал форму. Интересно, но тяга к изучению человеческого тела проснулась у него во время занятий медициной, которая дала ему глубокое понимание человеческой жизни. Вместо того, чтобы стать доктором и лечить тела людей, вы исцеляете их души. Да и тела тоже вы лечите, поскольку даете им возможность стать красивее. Так, вместо лекарств вы используете одежду. Возможно, это звучит громко, но это верно. Я действительно хотел заботиться о человеческом теле. Я был очарован совершенством человеческого организма, и по сей день он для меня тайна. Я хотел быть деревенским доктором. Знаете, о них пишут в книгах. Доктором, который лечит бедных людей. Я верю, что сохранение человеческой жизни – это самое прекрасное на свете. Но вместо этого я пытаюсь сохранить внешность человека с помощью одежды. И попутно я предлагаю изменить образ мыслей. Я люблю людей. От самых обычных до знаменитых. Да, я люблю всех людей. Я люблю людей со всеми их недостатками и слабостями. Я не делаю различия между людьми. Я люблю всех. Джорджи Армани любит людей. И люди любят Армани так сильно, что он стал самым продаваемым дизайнером в мире. Вы владеете двухмиллиардной компанией и, кажется, хотите еще большего. Почему? Понимаете, в нашей профессии, да как и во всех других, остановка опасна. Индустрия моды заставляет вас двигаться вперед и искать новые пути и способы работы. У меня есть пять разных брендов на рынке, и я всегда готов к конкурентной борьбе. Наша профессия вынуждает чувствовать рынок и оставаться на виду у публики. Армани Каза – это одна из последних идей Армани. Он сказал, что разработка эскизов мебели помогает ему стимулировать творческую энергию. И сейчас Армани Каза – это его многомиллиардный бизнес. Люди часто просят меня поработать в различных областях. Это значит, что они верят в меня и в мою способность к воображению. При этом происходит единение двух элементов – спрос на рынке и потребность в своем самовыражении. В 70-х, 80-х, 90-х годах мне хватало запала на создание прекрасной одежды. Я надеюсь, что и в 2010-м у меня тоже будет такая возможность. Я получил эту роскошную вещь, этот крутой, обалденный, просто невероятный свитер от Джорджо Армани. Имя на этикетке – Джорджо Армани. Джорджо Армани. Он все еще остается одной из самых важных и обсуждаемых фигур в мире моды. Его карьера охватывает более трех десятилетий, и хотя он уже оставил свой след в этом бизнесе, многочисленные показы и современные решения не дают повода думать о ее закате. Наоборот, кажется, что все только начинается. В моде нет ничего постоянного. И мне это очень нравится. Я думаю, что самое лучшее в нашей профессии – это креативность. Но эта креативность транслируется в то, что люди могут носить. Это не картина, которую вы видите на стене, когда приходите домой. Это то, чем вы пользуетесь, то, что вы видите в зеркале, и то, что улучшает ваше настроение. И для меня это очень важно. И в этом я вижу смысл всего этого. Поскольку в одежде от Армании люди выглядят и чувствуют себя лучше, неудивительно, что его популярность в Голливуде невероятно высока. Каждый его обитатель мечтает сфотографироваться с Армани. И независимо от того, одевает Армани звезд для красной дорожки или создает платье для фильмов, все его наряды бурно обсуждаются. Возможно, никто не знает лучшее влияние Армани на Голливуд, чем стилист Филипп Блох. Я помню каждый год работы со звездами, и я помню, когда я впервые приехал в Голливуд. И первое, что меня заставило остановиться на Родео Драйв, это был Армани. Я помню, Фэй Дануэй сказал мне как-то, сразу после съемок, дорогой, ты должен достать для меня платье от Армани. Конечно, я уже бегу. И вы идете к Армани, и можете быть совершенно уверены, что в любой ситуации ваши клиенты будут довольны. Отношения между кино и модой уже давно вдохновляют Армани, но настоящая любовь Голливуда к Армани началась после его выдающегося дебюта в одном из фильмов 1980 года. Я думаю, первым кинофильмом для Армани стал американский «Жиголо» с Ричардом Гиром. Это был настоящий взрыв в Голливуде, насколько я помню. Гир был в темной рубашке и прекрасном костюме. Это было что-то. Я очень хорошо помню этот фильм. В этом фильме он заявил о себе. Там все взаимосвязано. Все гармонично и точно. И ткани, и рубашка, и пиджаки. Помните, он просто выкладывал одежду, и ее сразу расхватывали. Кажется, что ничего особенного и нет, но это так здорово смотрелось, что всем хотелось иметь эти вещи. Американский «Жиголо» был только началом. Армани создавал костюмы для многих других блокбастеров, включая «Неприкасаемых» и «Бэтмена». Но он хотел поработать еще и над чем-то более значимым для Голливуда, над нарядами для красной дорожки. Он был первым, кто связал платье и красную дорожку. И люди сразу это заметили. Да. Все обратили на это внимание. И его секретным оружием стала Ванда Макдэниел. Да, именно она стала его секретным оружием. Она вела переговоры, она искала клиентов и находила звезд, которым нужны были платья. Вам нужно в чем-то получать Оскар, или идти на вручение Золотого Глобуса, или появиться на Эмми. И Ванда для этого случая была просто находкой. Я все время ношу только его платье. Он невероятно щедр. Иногда на мне были части его костюмов, а еще он одевал меня для фильмов. Я обожаю его вещи. Понимаете, он очень щедрый. Я ему бесконечно благодарна. Эти платья вне времени, правда? Это настоящая классика. Но затем вы видите вот такое платье. Оно другое. Сплошной минимализм. Шик. Оно изысканное, но без излишеств. Точно в таком же Джули Робертс получала Оскара в этом году. Каждая актриса мечтает получить платье от Джорджа Армани. И Армани готов служить всем, насколько это возможно. Даже молодые звезды не получают у него отказа. Джорджа Армани был одним из первых дизайнеров, кто был добр ко мне, как к начинающей звезде. Он помог мне, когда другие говорили, «Кэрри, это кто?» Поэтому я всегда буду ему благодарна. Немногие женщины носят одежду от Армани лучше, чем звезда секса в большом городе Ким Кэтрелл. Когда она появилась в его платье на вручении Эмми, она произвела фурор. Ким Кэтрелл была в удивительном платье от Армани. Это было, по-моему, на вручении Эмми. Все были в восторге, кричали «Здорово!» Она была похожа на снежную королеву, было потрясающе. В платье от Армани она была просто божественна. У него замечательный крой и стиль. Его платье можно покупать не меряя. Вы видите и покупаете качественную вещь. Ким Кэтрелл сказала нам, что он готовит холст. Он готовит холст для создания шедевра, как настоящий художник. Точно, а потом прическа и макияж, и картина готова. Но этот холст в прекрасной платье – это тоже искусство. А потом немного краски, вы укладываете волосы, делаете макияж, и шедевр готов. Он для каждого артиста выполняет очень важную работу. Понимаете, когда вы в Голливуде, вы работаете с Сальмой, она маленькая, или с Сандрой Балок, она высокая, или с Холли Берри, она соблазнительная. Таким образом, вы работаете с различными типами фигур. В Голливуде есть актеры и актрисы с самыми разными фигурами и размерами, и Армани работает со всеми. Успех в Голливуде был особенно ценен для Армани, потому что он очень любит кино. Поэтому неудивительно, что одним из его ближайших друзей в шоу-бизнесе является легендарный режиссер Мартин Скорсезе. У нас были общие друзья, которые нас и познакомили. Я думаю, это было в Милане или в Риме. Уже не вспомню точно, кажется, в Милане. И в 1980 году я снял о нем документальный фильм. Этот фильм под названием «Сделано в Милане» рассказывает, как тщательно Джорджи Армани готовит один из своих показов. Скорсезе дает зрителям очень искренний портрет дизайнера, который сам по себе закрытый человек. Если меня спросят, что легче, создавать коллекцию для мужчин или для женщин, я отвечу, что мужскую коллекцию я рисую левой рукой. Это похоже на ежедневные упражнения, почти как играть гаммы для пианиста. Хорошо, Селивана, надо все это укоротить на 20 сантиметров. Я очарован тем, как он видит форму, элегантностью его видения, элегантностью дизайна. Он тот человек, который одевает так много людей во всем мире, что это можно назвать искусством. Скорсезе не был единственным человеком, который увидел в Армании художника. Позже, в 2000 году, дизайнерские проекты Армании были отобраны для организации выставки в музее Гугенхайма в Нью-Йорке. И если бы вам нужно было охарактеризовать главный вклад Армании в мировую моду, что бы вы выбрали? Расскажите нам. Думаю, классический крой. Он взял классический крой и кардинально его обновил. Он его воссоздал. Он придумал собственный способ реновации. И он не изобретает велосипед. Он просто берет классику и добавляет свое специфическое видение. Некие нюансы, которые делают одежду от Армании узнаваемой. Мы все любим примерять одежду. Точно, я тоже люблю. Вы надеваете это и ощущаете себя богом. И вы реально это чувствуете? Мне даже не нужно смотреться в зеркало. Я знаю, что хорошо выгляжу. Просто прекрасно. Я знаю. Отлично. Я не нуждаюсь в зеркале. И никому не нужно зеркало. И это самое удивительное. Я чувствую себя как в первый день, когда примерил первый костюм от Армании. Я знал, что надену его, и все будет прекрасно. Я могу подобрать и галстук, и рубашку. И мне все равно не нужно будет смотреться в зеркало. Я знаю, что выгляжу прекрасно. Это точно. Вы выглядите превосходно. Далее. Джорджи Армания приоткрывает завесу своей личной жизни. Я думаю, что его коллекции, особенно такие, как Армания Эксчендж, позволяют людям, не имеющим достаточно средств, покупать одежду, соответствующую их индивидуальности, и хорошо выглядеть. Имя на этикетке. Джорджи Армани. Удача и известность любят Джорджи Армани. Он был самым первым дизайнером, удостоенным ежегодной награды конкурса на Родео Драйв. Но Джорджи Армани не только одевает звезд, он сам суперзвезда. И за свой талант Армани был удостоен международной награды суперзвезда 2004 года. Это главный приз. Но в одном из интервью вы сказали, лучше бы я удостоился награды за лучшую коллекцию, чем звание суперзвезда. Я все-таки романтик. И в этом качестве у меня есть свои принципы и романтические идеалы. Я считаю, что если платье напечатали в журнале, значит оно замечательное. И это не означает, что кто-то кому-то делает одолжение. Конечно, полученная награда – это оценка моей работы, в общем-то, того, что я пережил за эти 30 лет. И мне это очень приятно. Мне нравится моя работа и нравится то, что она оценена по достоинству. Не думайте, что вы избавитесь от меня, вручив мне эту награду. У меня еще очень много идей. И каждая коллекция для меня как первая. Вот почему я говорю, что я должен был получить приз за лучшую коллекцию, а не звание суперзвезды. Нравится ему это или нет, Джорджи Армани – суперзвезда. Его знают не только в любом уголке земного шара. В мире моды он признанный король, причем реальный король, щедрый друг для многих людей. Я очень его люблю. Мы с ним много беседуем, часто обедаем, я гостю у него в Италии. Но все мы обращаемся к нему как к мистеру Армани, и это лишний раз подчеркивает, что он король. Я знаю только двух таких людей, как мистер Блесс и мистер Армани. Да-да. Их знают все. Это точно. Это правда. Немногие дизайнеры достигли подобного уровня уважения. Но опять же, немногие так много трудятся, как Джорджи Армани. Трудно поверить, но Армани все еще достаточно силен, несмотря на свои 70 лет. Вы его давно видели? Он прекрасно выглядит, просто удивительно. Я бы хотел заниматься у его тренера и узнать, что делать, чтобы выглядеть так хорошо. Этот мужчина в лучшей форме, чем кто бы то ни было. В чем секрет подобной молодости и силы? Если вы спросите об этом у мистера Армани, он скажет, что он ничего особенного не делает. Ему некогда вести гламурную жизнь в его многочисленных загородных домах. По большому счету, у меня нет возможности воспользоваться плодами моего финансового успеха. Я просто боюсь, что это положит конец моей работе. А я не хочу заканчивать свою работу, потому что только она поддерживает во мне жизнь. Интенсивность рабочей жизни Армани помогает ему поддерживать физическую и духовную форму, что, в свою очередь, позволяет ему двигать вперед мировую моду. Он не хочет, чтобы о нем говорили, как о дизайнере 80-х или 90-х. Ему важно, чтобы его одежда всегда была актуальной. Он многое меняет в одежде, но классика остается классикой. И он именно тот, кто снова и снова возвращается к классике. Его работы содержат и элементы вечности, и элементы сиюминутности. Это и делает Армани настоящим творческим гением. Армани выпускает одну коллекцию за другой, меняет бренды, и все это длится уже много лет. Возникает справедливый вопрос. Где он находит на все это время? И как же быть с другими сторонами жизни? Мне очень интересно, вы когда-нибудь отдыхаете? Валентина ходит на вечеринки, и Версачи тоже не прочь развлечься. Вы живете только работой? А как же отдых? Я думаю, что другие дизайнеры тоже живут своей работой. Но при всем уважении к Валентину, у меня раза в четыре больше обязанностей, чем у него. Я отвечаю и за дизайнеров, и за менеджеров, и за магазины, и за финансы. Все эти люди зависят от моих решений. А если я должен принимать главные решения, я обязан во всем разбираться, и это занимает большую часть моего рабочего дня. До того, как Армани начал сам решать все вопросы, он обсуждал их со своим компаньоном и деловым партнером Сэрджио Галлиотти. Когда-то они вдвоем стояли у истоков того, что теперь является империей Джорджа Армани. Вы долго работали со своим партнером. К сожалению, он умер довольно молодым. Но вы продолжили работу. Как вы смогли сделать это в одиночку? Это очень трудный вопрос. Но я должен сказать, что нельзя жить одному. Хорошо это или плохо, но у всех должны быть партнеры. Иногда кто-то рядом с вами должен дать вам силу, хотя бы с помощью взгляда или жеста. Мне кажется, это очень важно в жизни. И сейчас рядом с Армани есть близкие люди. Семья очень важна, но она еще и является частью структуры вашего бизнеса. Это очень важное отношение. И это могут быть семейные отношения, как у меня с моими племянниками и племянницами. С моей сестрой. Но существуют и другие отношения с людьми, с которыми ты работал многие годы. И хотя ты с ними не так крепко связан, эти люди – часть твоей жизни. И также важно удовлетворять потребности людей, которых ты любишь. Я имею в виду, что люди ждут от тебя реальной помощи и поддержки. И если ты не в состоянии обеспечить их всем необходимым, значит, ты их предаешь. Это то, что заставляет меня работать. То, что мотивирует меня. То, что позволяет мне иметь уверенность и не бросить свое дело в будущем. Армани еще и стремится нравиться своей публике. Демонстрация новой коллекции и выход в конце на сцену имеют для него огромное значение. Мне было очень весело до того момента, пока я не вышел на сцену. После этого начался кризис, и мне стало уже не до смеха. После шоу ты чувствуешь себя опустошенным. Ты сделал свою работу. Аудитория аплодирует, но затем начинается ужас. Тебе хочется убежать и скрыться. На вечеринке после шоу мне было очень грустно, потому что все уже закончилось. Все, что создал Джорджи Армани за прошедшие 30 лет, внушает благоговение. Его империя охватывает 100 стран и оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. Ассортимент продукции Армани содержит спортивные куртки и блузки, свечи и кофейные чашки, парфюмерию и тонкий фарфор, и даже постельные принадлежности. Это огромное достижение. Но кому многое дано, с того многое и спросится. Конечно же, эта индустрия заставляет вас двигаться вперед. Вы вынуждены искать новые пути и способы производства. Например, я хочу создать линию одежды, которая будет удобна людям, но не будет при этом дорогой. Коллекцию, которую смогут позволить себе не только богатые люди, но все, кто следит за модой. Что делает вас счастливым? Я уже давно понял, что я люблю свою работу. Это то, что никогда меня не покинет. Это то, что я умею и люблю делать. И даже если я очень занят, в этот момент я очень счастлив. Я просто невероятно счастлив. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе «Имя на этикетке» актер, телеведущий и всемирно известный модельер Айзек Мизрахи. Совсем недавно он попал в яблочко, создав собственную линию одежды для магазина «Таргет». ИМЯ НА ЭТИКЕТКИ Айзек Мизрахи В 90-е дизайнер Айзек Мизрахи находился на пьедестале мира моды, и его одежду носил целый легион знаменитостей и моделей. Его жизнь стала предметом популярного документального фильма о мире моды под названием «Нараспашку». Скоро его известность вышла за рамки его империи моды, и через некоторое время он решил приостановить свой бизнес и оставить дизайнерское дело, чтобы заняться проектами на сцене и телевидении, в частности, спектаклем «Офф Братвей» и ток-шоу на канале «Оксиджен». С тех пор Айзек Мизрахи успел вернуться на прежние позиции одного из самых уважаемых американских дизайнеров высокой моды. И благодаря сотрудничеству с крупнейшим торговым центром «Таргет», он сумел выйти на совершенно новую аудиторию и предложить моду, доступную каждой женщине. Я пересмотрела «Нараспашку» вчера вечером, потому что я не видела его с тех пор, как он вышел. Это было лет 10 назад? Да. И там была сцена, где вы, Андре Леонтелли и Джон Гальяно в Париже, и вы общаетесь с экстрасенсом, если я не ошибаюсь. Да, верно. И экстрасенс сказал, что у вас будет очень большое возрождение. У вас есть две модные линии – высокая и демократичная. Собственное ток-шоу, огромное количество новых идей. Кажется, мир полностью в вашем распоряжении. Да, я очень рад, что вы посмотрели на это с нужной стороны. И я очень рад, что я пришел сегодня сюда, Джуди. Ну, во-первых, «Нараспашку» вышел 7-8 лет назад, не 10. Вы мне прибавляете несколько лет. Когда я закрыл свой бизнес в 98-м, я не воспринимал это как отступление, наоборот, как большой шаг вперед. И я легко мог различить в своей жизни людей, которые понимали меня и были, можно сказать, моими настоящими друзьями, которые поздравляли меня. И наоборот, людей, которые, как бы это сказать, пытались меня жалеть. Не знаю почему, но это было. Это ужасно. Что произошло? Да, я получал сообщение вроде «Обедняга, ты, наверное, разбит совершенно». А я думал, разбит? Это же самое лучшее время в моей жизни. И это, конечно, было не то чтобы унизительно, но определенно портило общий настрой. Но в конце концов, работа над проектами была налажена. Удивительное совпадение, которое, я уверена, никто не заметил. Какое? Что ваше самое большое вдохновение, ваша героиня, ваша муза, Мэри Тайлер Мур, работала в Миннеаполисе. И теперь Таргет находится в Миннеаполисе. Что это за странное совпадение? Это действительно странное совпадение. Мне не приходило это в голову, но это очень забавный момент. Некая ирония жизни, действительно. Вряд ли можно приехать в Миннеаполис и ни разу не столкнуться с напоминаниями о Мэри. Куда бы вы ни пошли, повсюду ее великолепные статуи. И это было забавно. Это было очень забавно. Сейчас вы начали делать то, что уже очень давно витало в воздухе мира моды. Понятие высокая и демократичная мода. Вы выставляете коллекцию стильной одежды для широкой аудитории в павильоне крупного торгового центра, а также коллекцию от кутюр в Бергдорф. Мне это очень лестно, что вы говорите, что я создал это движение высокой и демократичной моды. Но, поверьте, я этого не делал. Я думаю, это началось еще давно. Мне кажется, можно проследить это вплоть до 17 века примерно так. Это что-то, что развивалось и развивалось с очень давних времен. Но в конкретном случае, я думаю, что мир готов к этой идее. Что интересно, вы однажды сказали, что Холстон был одним из дизайнеров, вдохновивших вас. Вы сделали то, чего он не смог. Да. Вероятно, тогда к этому были не готовы. Как вы думаете, что произошло сейчас, что позволило это сделать? Холстон не пытался смешать высокую и демократичную моду. Он просто пытался делать дорогую и недорогую одежду. Но в то время никто не ожидал, что вы купите что-нибудь из Джей Си Пенни, а потом платье от кутер. Такого просто не происходило. Прелесть одежды в Таргет в том, что она очень стильная, но вместе с тем это обычная одежда для любой женщины, в которой каждая женщина чувствует себя хорошо. Когда вы создаете эту одежду, расскажите, о чем вы думаете? Когда я сажусь делать модели для Таргет, я думаю о проблемах, с которыми я сталкиваюсь в жизни, и я думаю о проблемах выбора одежды, которые, во-первых, мне нравятся, которые интересны, которые хочется купить, и, во-вторых, с которыми просто обращаться, которую я могу стирать, бросив вместе с другими вещами, ну, вы понимаете, о чем я говорю, чтобы это было удобно. И это в некотором смысле настоящий дизайнерский рай, потому что для меня дизайн — это в первую очередь проблема, требующая решения. Вот что это такое для меня. И мне повезло, потому что я сейчас пытаюсь решить самую большую проблему большинства женщин в мире. И сейчас я думаю именно о том, как обращаться с самой большой аудиторией покупательниц. Вы выросли в семье людей, связанных с модой. У вашего отца была замечательная компания по производству детской одежды. И ваша мама была самим олицетворением стиля. Да, моя мама прекрасно разбиралась в моде, а мой отец научил меня шить. У нас в доме было огромное количество швейных машинок. Так я этому и научился. Именно поэтому я умею делать это и большое количество других вещей одновременно, потому что это всегда было частью моей жизни. Например, вы знаете, как дети делают каждый день уроки? Я каждый день сидел за машинкой. Это то же самое, как, не знаю, как люди учатся готовить, глядя на родительный пример. У кого-то мама прекрасно готовит, и они тоже становятся отличными поварами. Потому что каждый день наблюдают, как мама готовит разные блюда. И моя мама великолепно готовила. И я тоже хорошо готовлю. А мой отец был невероятно талантлив в пошиве одежды и передал это мне. И поэтому для меня сейчас это совершенно естественно, как готовить еду. Я просто это делаю, и кому-то это нравится. И вы ведь устраивали кукольные представления. Шили костюмы для кукол и показывали представления знакомым на день рождения. Да, это правда. Я так и научился шить. Я шил платье, костюмы для кукол и устраивал представления. У меня была целая кукольная труппа, целый театр. Ваша мама носила много дизайнерской одежды? Моя мама часто ходила в Леманс. Она носила много дизайнерской одежды. Иногда она покупала дорогие дизайнерские вещи, но чаще всего это была одежда из Леманс. И она часто приходила и говорила, это прекрасная вещь, посмотри, как сделано, посмотри, как пришит карман. Это очень красиво. Что интересно, многие люди сейчас, вне зависимости от социальных и экономических факторов, того, где они живут, они придают значение понятию стиля, а не тому, сколько за него нужно заплатить. Да, именно это правда. Но дело в том, что стиль существовал всегда. Моя мама, например, ну, кто-то говорит, мне нравится покупать одежду в детском отделе для мальчиков. Вы знаете, эти маленькие фланелевые блейзеры с такими вот короткими рукавчиками и узкими плечиками. А я думаю, моя мама постоянно это делала. В 65-м, когда я был ребенком, потому что мой папа делал пиджаки и костюмы для мальчиков, и она носила их, и это было просто великолепно. Но в 65-м году. Это был стиль. Она это делала, но сейчас есть некоторое ожидание. Поэтому я не знаю, как женщины это делают. Это невероятно трудно быть женщиной, вот что я могу вам сказать. И это постоянное... Как же мне это решить? Давайте поговорим об обуви. Хорошо. Обувь по праву считается основой стиля. Все говорят об этом. И, пожалуй, в этом вопросе цена действительно может иметь большое значение, потому что это влияет на то, как они сидят на ноге, это колодка, это кожа. И я хочу сказать, что туфли в Таргет. Боже, они великолепны. Они удобные и такие изысканные. Да, пожалуй, это прекрасные новости. Мне кажется, Диана Вриланд сказала, что начать нужно с волос и обуви, а все остальное находится между. И самое главное, чтобы в порядке были волосы и обувь. То есть именно обувь – это то, что определяет образ. Хорошо или плохо, старомодно или современно. А сейчас, мне кажется, нет ничего современнее, чем плоская подошва. Мне нравятся эти туфли без каблука и макосины. Я сделал такие для Таргет. Они замечательные. Или, как Пенни Лоуфер, мой любимый тренд. Когда я думал о коллекции от Кутюр, я думал о создании одежды исключительно на заказ. Всегда есть вещи, которые нужно делать на заказ. Конечно, вы можете пойти в Берксдорф и купить прекрасное дорогое платье. И мы его подошьем под вас, это уже существует. Но понимаете, что касается коллекции, которую я создал, вам придется приходить на примерку. И я решил сделать так изначально. И это обязательно, потому что, например, плащ покрашен вручную, и это сплошной цвет. Но примеркой всегда необходимо, потому что сначала красятся вставки, а их нужно вымереть именно под вас. Конечно же, вы не купите это готовым в магазине. Мы всегда работаем индивидуально, у нас такой подход. Я обожаю цвета, я постоянно о них думаю, и мне кажется, что моя главная работа в том, чтобы сочетать цвета. Имя на этикетке Айзек Мизрахи Айзек Мизрахи – один из наиболее известных американских дизайнеров высокой моды. А с его доступной коллекцией для Таргет он смог выйти на совершенно новую аудиторию покупательниц. Многие его идеи были вдохновлены годами работы с легендой дизайна Пэрри Эллисом. Пэрри Эллис – невероятный человек. Он заметил вас и стал своего рода вашим покровителем. Да, он действительно заметил меня. Но не то, чтобы он вкладывал какие-то особые усилия. Он был замечательным человеком и просто находился рядом. И это было восхитительно. Мне безумно нравилось быть рядом с ним. Я думал о нем психологически, мне кажется, как об отце. Я даже не могу это толком объяснить. Он не осознавал, что покровительствует мне, и я этого тоже не осознавал. Но ввиду того, что мы работали так близко в течение долгого времени, три или три с половиной года, он очень сильно повлиял на меня. Он научил меня, как выбирать красоту, как создавать ее самостоятельно, потому что в этом мире столько красоты. И он действительно давал понять, что ему не нравится, и я отмечал это для себя. Учился распознавать, что такое, понимаете, вкус. Всему этому нужно учиться. Все это должно быть показано, как бы это сказать, на примерах, понимаете? Это нужно ощутить на собственной коже. Мне повезло быть знакомой с Перри Эллисом. Он был невероятно скромный, спокойный человек. И я думаю о вас. Мы с вами сейчас общаемся, разговор кипит столько идей, столько вопросов. А Перри был очень... Сдержанный. Сдержанный. Было нелегко проводить интервью, он не любил много разговаривать. Да, в этом смысле он не был очень общителен. Но в близких отношениях он был невероятно веселым человеком. Это не была этническая особенность, как у итальянцев или евреев. Как мы ведем себя в Нью-Йорке, он не был типичным жителем Нью-Йорка. Нью-Йорк ему не подходил. Он казался немного холодным со стороны, но в нем была теплота и глубина, которую вы сразу чувствовали при более близком общении. Как и многие другие люди в мире моды, как, например, Анна Винтор. Вы знаете, в ней была эта внешняя холодность. Но когда вы узнавали ее ближе, вы понимали, что она просто замечательна, всегда готова поддержать и делает все с чистым сердцем и преданностью. Это действительно было так. И Перри был именно таким человеком. Кто из дизайнеров является для вас примером? Я думаю, Адриан вдохновил меня более всего. Я смотрю такие пленки, и я вижу, что Джеффи Бин вдохновлен Адрианом. Все дизайнеры, которые мне нравятся, так или иначе следуют за ним. Адриан, вероятно, лучший дизайнер для кино. Он создавал все эти великолепные наряды, и это часть вашей юности. Мы об этом не говорили, а вы, вероятно, знаете больше о дизайне костюмов для телевидения. Расскажите нам об этом. Да, когда я был юношей, лет 18-19, у меня обнаружилось расстройство сна. Я не мог спать и смотрел все эти фильмы постоянно, без перерыва. Бессонница. Да, бессонница. И что здорово, когда мне было 20, я узнал, что в некоторых местах проходят ночные показы старого кино. И по телевизору всегда можно было посмотреть что-то хорошее. Так что кабельное телевидение было частью моей жизни, потому что в 4 утра можно было всегда посмотреть отличное кино. То есть ваша убежденность, ваше понимание того, каким должен быть настоящий костюм, по-настоящему стильная одежда, выросла из этого. Да, дело в том, что когда смотришь эти фильмы, не только те, с которыми работал Эдриан, а кино 30-х, 40-х годов, чувствуешь, что люди — это некая капсула времени. Знают они об этом или нет. Вот, например, сейчас мы смотрим друг на друга, и вы для меня выглядите совершенно нормально. Но через 20 лет вы посмотрите и скажете, как мило. Да, это действительно объясняет моду, потому что да, это шоу, но какова роль одежды? Эти вещи, это костюмы, в которых мы выходим в жизнь, они являются частью того, что создает картину нашей жизни. Да, и подумайте, зачем мы ходим по магазинам? Иногда, чтобы просто отвлечься от всего. Иногда я просто иду, чтобы что-то купить, и я не знаю точно, что именно. Я просто хочу потратить деньги на то, что является сувениром того, где я был в этот день. Например, это был отличный день, вы зашли в Таргет и купили эту штучку из Мисс Китти. Хэллоу, Китти. Хэллоу, Китти. Да, я однажды зашел в Барнис, и у меня было такое хорошее настроение, что я купил эту сумочку. Посмотрите. Или что-то в этом роде. Мы помним этот день, помним вещь. Это некое развлечение. Сейчас происходит следующее. Обычная американская женщина с ограниченным бюджетом, которая не стала бы, может быть, считать ВОК, теперь очень осведомлена из-за телевидения. Стиль стал неотъемлемой частью нашей жизни, вне зависимости от того, кто мы. Он стал неким способом развлечения. И это правда. И обеспеченные женщины, которые могут себе это позволить, которые всегда этим интересовались, честно говоря, это почетный знак, иметь эту уверенность в своем стиле, говорить, посмотрите, я купил эту сумочку в Таргет, и это Шанель. Теперь это стало модным. Да, вы знаете, вчера вечером я ужинал, у меня собралось несколько друзей дома, была очень вкусная еда, и в конце были кексы из этой же доставки. Я съел этот кекс и подумал, он восхитительный, потому что он когтей из сухой смеси для кексов. На вкус как печенье, твинки с кремом. Вы знаете, есть что-то удивительное, заманчивое и прекрасное в том, что вещь стоит дешево. Например, ваш топ стоит 9 долларов 99 центов. Я не знаю, как это объяснить, но это просто. Это как кекс, который, как готовая смесь по вкусу. Вы могли бы пойти съесть кекс от кутюр, который бы стоил в 10 раз дороже, он бы был очень вкусным, но не такой, как тот из готовой смеси. И вот в этом я вижу главный смысл того, что я делаю. Стиль стал теперь важнее, чем деньги. Я не знаю. Не знаю, что я могу сказать в защиту футболки за 9 долларов 99 центов. Но я точно знаю, что я могу сказать против футболки за 600 долларов. Вы понимаете, о чем я? Да. Она как будто хочет выглядеть, как та, за 9,99. Но она не выглядит так. Потому что она стоит не 9,99, она слишком дорогая, она не так сидит, она неправильная, потому что она не была сшита на фабрике. Это как демонстрировать, что у тебя есть деньги и демонстрировать, что у тебя есть стиль. Новый тренд, новая идея – это гордиться стилем, а не деньгами. Да, я думаю, это так. Можно посмотреть и с этой стороны. Но я бы добавил, что для меня новая идея – это осознание. Осознание того, как носить вещи, понимаете? Осознание того, что лично я знаю, что выглядит потрясающе. Я думаю, что это сродни потрясающее в стиле гетто. Есть этот особый стиль гетто, когда вы носите поддельную сумку Луи Виттон с той же убежденностью, что и настоящую. Это гораздо более эффективно, чем с настоящей. Понимаете, о чем я? Это не настоящий или поддельный, дорогой или дешевый. Это убежденность, понимаете? Это убежденность. И самое главное – это осознание. Далее. Айзек Мизрахи рассказывает, почему годы после 40 – лучшие в его жизни. Просто носите то, что вам нравится. И чувствуйте себя комфортно в том, что носите, и верьте в то, что носите. И тогда вы будете выглядеть по-настоящему шикарно. Имя на этикетке – Айзек Мизрахи. Айзек Мизрахи смог сделать то, что не делал ни один дизайнер до этого – создать изысканную коллекцию от кутюр и одновременно с этим линию стильной и доступной одежды. Но творческая жила, которая помогла ему добиться такого успеха, в детстве была для него огромной проблемой. Вы ходили в Яшиву во Флетбуше, и раввины были крайне недовольны, что вы рисовали в Библиях. Да, очень недовольны. Вы там делали свои иллюстрации, расскажите. Да, я делал, делал зарисовки. Я тогда учился рисовать самостоятельно, поэтому рисовал картинки на полях Библии. И все это было, конечно, не очень, да и вообще я не могу сказать, что хорошо себя чувствовал там. То есть, конечно, я туда ходил, но не помню, какой это был класс, может быть, первый или второй, но я тогда понял, что это совсем не то, это неправильно. Тогда родители мне сказали, что, может быть, стоит поменять школу, и я сказал, что не могу бросить, я должен оставаться здесь до тех пор, пока не выпущусь. И когда я выпустился и поступил в колледж на актерское мастерство, это был просто культурный шок для меня, это было великолепно на самом деле. Да, они были не очень понимающие. Они правда отправили вас на консультацию к психологу? Это правда, совершенно серьезно. Я должен был ходить на консультацию к психологу, когда мне было восемь. Но это здорово, и я очень уважительно отношусь к психотерапии и регулярно консультируюсь, и мне кажется, что это будет полезно каждому. Вы изучали актерское мастерство в колледже. Актерское мастерство, а после этого дизайн. И мне кажется, что ваша карьера всегда была во взаимодействии этого. Вы всегда продолжали делать костюмы для балетов. И я думаю, люди только сейчас начинают это понимать. Они удивлены вообще. В этом мире все удивляются, если жизнь какого-то человека не получается просто так разложить по полочкам. Да, в тот вечер, когда я закрыл свое дизайнерское дело, я был в Ан-де-Труа. Вы знаете этот ресторан в Мидтауне? И там встретил Синди Адамс. Она всегда там. Я сказал «Привет». Мы стали болтать, и я сказал «Ой, у меня столько всего, я занимаюсь вот этим, у меня этот сценарий, и этот, и еще вот это ток-шоу». И она сказала «Послушай меня». Как она это сказала? Это была отличная фраза. Что-то вроде «Всегда оставайся в машине, которая привезла тебя на вечеринку», или «Уважай машину, которая привезла тебя на вечеринку». «Тебя на вечеринку привез в дизайн, мы знаем тебя как дизайнера, и ты должен это продолжать». И я подумал «Ну откуда ей знать?» Она не понимает. Синди Адамс, что она знает вообще? Тем не менее, она оказалась права. Потому что, вы знаете, я работал над всеми этими проектами, над ток-шоу и прочим, но как только я вернулся в дизайн, это был, как бы сказать, настоящий подъем на уровень выше. Как будто глубокий вдох, как будто опять я оказался там, где должен быть. Вы оказались там, потому что вы нужны там. Вы невероятно популярны на телевидении. И те, кто занимается этим, знают, что вы потрясающи. Я смотрю шоу и думаю, он в этом живет, он любит разговаривать с людьми. Но вот что я хочу сказать. Вы всегда это любили, и это и делает вас успешным в мире моды. Потому что и в моде, и в развлечениях все завязано на образе. Я смотрел шоу на канале Йес, потому что я большой поклонник Янкис. И там был этот ведущий, Майкл Кей, на шоу «Центральная арена», которые мы иногда смотрим, да? Конечно, я вас поддержу. Я его очень-очень люблю. Интервью было с Сиреной Уильямс, которая просто мой кумир, я обожаю ее. Она была великолепна, она пришла в маленьком теннисном платье, в кроссовках. Я подумал, она гениальна. Она пришла на ток-шоу в теннисном платье, это же так здорово. Так вот, ей задали несколько вопросов, и она на них ответила, «Я всегда думала о себе не как о теннисистке, а как об артисте в первую очередь». И я подумал, ведь это же гениально, просто гениально. Она понимает. Это правда, она понимает, она в первую очередь артистка. И это то, как я всегда думал о себе. В первую очередь, ты в индустрии развлечений, даже если ты не снял кино, не сделал ток-шоу, ты все равно в индустрии развлечений. И это не обсуждается. Есть ли что-то, что вы ненавидите? В моде, в людях, в чем угодно. Какие-то раздражающие факторы. Раздражающие факторы. Я бы сказал, некоторые правила меня крайне раздражают. Например, молодые люди привлекательнее людей в возрасте, это понятно. Люди с деньгами сильнее и интереснее. Все обязательно должны быть молодыми и богатыми. Нет, конечно, я не согласен с этим, я не думаю, что это правда. Да, конечно, я сожалею о своей молодости, но не потому, что я был такой привлекательный. И меня так же желали кругом, понимаете? Не то, чтобы я пользовался какой-то особой своей сексуальной привлекательностью, когда мне было 20 с чем-то. Это просто была огромная свобода. Я ничем не был сдержан, и у меня было больше энергии, а сейчас и поспать иногда неплохо. Ваша мама гордится вами? Гордится ли моя мама? Боже, она очень гордится. Моя мама была идеальной мамой художника. Она должна быть прототипом всех матерей-художников, потому что у нее всегда так хорошо получалось вдохновлять меня. Понимаете, это великолепно, умение родителей вдохновлять детей на то, чтобы они превосходили их самих в некотором смысле. Это просто невероятно. Как будто она дождаться не могла, когда я, наконец, ее превзойду. И на одном шоу она мне, наконец, сказала, «Ты меня превзошел». А я подумал, все эти годы она думала, что мы как будто соревнуемся. Когда мне было лет пять, все эти годы она думала, что я смотрю на нее и думаю, «Это красиво, это очень стильно, может, и я так сделаю когда-нибудь». И в конце концов она сказала, что я ее превзошел. Я подумал, «Ты ведь сама мне помогла это сделать, и это очень забавно». Вы получили диплом. Действительно, я получил диплом. Диплом школы Сары Мизрахи. Что вы по-прежнему хотите сделать? Что я по-прежнему хочу сделать? Я очень хочу сделать ежедневное шоу, ежедневное ток-шоу. Это я действительно очень хочу. И идея в том, что вы сможете сделать там все, что вы знаете? Идея в том, что я смогу комментировать так, как мне хочется это делать. И таким образом одежда займет свое место в моей жизни, и развлечения займет место, и еда займет место. Все те вещи, которые я по-настоящему люблю, будут открыты более широкой публике. Как, например, если бы я был писателем, это было бы здорово, как Марк Твен, например. Понимаете, у человека есть определенный взгляд на вещи, и он выражает его с помощью писательства. Мне кажется, это очень интересно. Голос. Да, голос. Именно голос. Я чувствую, что для меня это будет лучшим способом самовыражения. Вы можете сказать, что это самое счастливое время в вашей жизни, да? Забавно, что вы это говорите, Джуди, потому что, если честно, сегодня я встал утром и подумал, а ведь я действительно счастлив. Все идет очень хорошо, и вокруг еще много всего, о чем я не знаю, много целей, как, например, это ток-шоу, то, чего я действительно хочу, что висит у меня над головой, как будто это действительно делает меня счастливым. Вы понимаете? И мне кажется, в этом возрасте, когда вы переходите 40-летний рубеж, кстати, что я только недавно сделал. Я не спрашивала, я не спрашивала никаких дат на шоу. Но дело в том, что мне 40 с небольшим сейчас, и я стал понимать, что в жизни обязательно должно быть что-то неизвестное, что так или иначе очерчивает чувство полноты внутри, потому что если бы мы все знали, то просто сидели бы в комнате, не так ли? Так что это волнующе, не знать, не знать, что будет дальше. Это очень волнующе и необходимо в жизни, для того, чтобы чувствовать все так, как нужно прочувствовать, для чего мы и родились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова